Привет, мои дорогие! Очень рада видеть вас на своём канале. И в этом видео хочу предложить вам поговорить на темы, которые вышли сегодня в мире науки. Темы, которые меня заинтересовали и которые я бы хотела с вами обсудить. Первая новость, которая меня очень заинтересовала, это пассивное курение. Пассивное повышает развитие рака полости рта на 51%. То есть, эта новость меня действительно удивила, потому что раньше мы всегда считали, что если мужчина или женщина курит, безусловно, он стоит в группе риска по развитию рака полости рта, гортани и так далее. Но вот эта новость, почему я и захотела её обсудить с вами, очень заинтересовала. То есть, пассивное курение, что человек вроде бы не курит. То есть, рот с сигаретой, с вейпом, с чем угодно, не соприкасается с электронными даже сигаретами. А тем не менее, развитие рака увеличивается на достаточно большой процент. Это 51%. И эксперты Португалии, Великобритании, Испании, Соединённых Штатов, как раз пришли к этому выводу. Соответственно, провели 5 научных работ, приняли участие почти 7 тысяч человек. 3,5 тысячи подверглись воздействию пассивного курения. То есть, что значит подверглись? Жена живёт с мужем, муж курит. Соответственно, жена пассивный курильщик. Родители курят, соответственно, дети пассивные курильщики и так далее. Если вдыхаемый дым регулярно, если вдыхать дым регулярно на протяжении более 10 лет, то риск рака увеличивается в 2 раза. Соответственно, именно пассивное курение, обычное курение может привести к данной болезни, о чём мы с вами говорили. Но также риск увеличивается при употреблении алкоголя и различных веществ, которые запрещены. Которые сейчас, к сожалению, популярны среди нашей молодёжи. И мы с этим активно, ежедневно боремся. Проблемы со здоровьем могут вызвать различные электронные испарители. Хотя большинство людей думают, что они безопасны. Так как раз речь идёт про электронные сигареты. Но химические вещества, которые используются для приготовления жидкости для парения, негативно влияют на внутренние органы. То есть вот это действительно, то есть кальяны и так далее, различные пары, которые вдыхают, также негативно сказываются на внутренних органах, развивают риск онкологических заболеваний и различных других заболеваний соматических. Поэтому, дорогие мои, особенно женщины, которые планируют беременность, которые беременны, вам нужно максимально постараться избежать пассивного курения, чтобы никто в квартире не курил, чтобы вы не чувствовали запах дыма, даже если это электронные носители. Вот, следующая новость, которая сегодня удивила, я думаю, не только меня, а и весь мир, когда мы зашли утром, встали, зашли в интернет, то сразу появилась такая новая, что ученые из Америки нашли способ убить коронавирус за секунду. И меня, конечно же, эта новость очень заинтересовала. Что же там произошло? Ученые Техасского университета обнаружили возможность убить коронавирус за секунду с помощью воздействия очень высокой температуры, что позволяет найти новые возможности предотвращения распространения коронавируса на большое расстояние. То есть эти результаты уже активно обсуждает научный мир, Эти результаты уже будут скоро опубликованы. Но, по предварительным данным, ученые создали экспериментальную установку, состоящую из адреска трубы из нержавеющей стали, через которую протекает раствор, содержащий коронавирус. Трубу нагрели до очень высокой температуры. Вирус при этом испытании тепловым воздействием прожил всего несколько секунд. То есть, если нагреть раствор до 72 градусов Цельсия в течение 0,5 секунды, то титров вируса снижается в 100 тысяч раз. Это вполне достаточно, чтобы его нейтрализовать и предотвратить его передачу человеку. Данный способ, где мы можем использовать? Конечно же, в системах кондиционирования, очистках воды, также вентиляции и отоплении. То есть, действительно, и данный метод, он считается, вот сейчас уже описано, что он уникальный, что он может воздействовать не только на коронавирус, но и на другие вирусы, в том числе вирус гриппа. Вот такое интересное очень исследование. Оно кажется, на первый взгляд, очень простое, но, тем не менее, оно не было раньше описано, не было придумано. И думаю, что в ближайшее время мы активно, и мы, и другие страны внедряют этот метод в практику, в борьбу с вирусами и пандемией. И последняя новость, которая мне сегодня очень понравилась, что ежедневное употребление перца чили снижает риск преждевременной смерти человека. Перец чили – это такой маленький, красненький, остренький перчик. Действительно, я очень много слышу положительных воздействий, связанных с перцем чили. Но вот здесь учёные до сих пор постоянно открывают нам новые какие-то свойства привычных продуктов. Соответственно, сейчас стал это перец чили. Перец чили уменьшает риск смертности при различных заболеваниях. Постоянное присутствие в меню перца чили полезно во всех смыслах. Онкозащита, антиоксидантное действие и противовоспалительное. Также он влияет на регуляцию глюкозы в крови. Соответственно, в ходе анализа было 570 тысяч человек, кто регулярно, практически ежедневно в свой режим питания включал жгучий перец и имели снижение риска от сердечно-сосудистых заболеваний 26%, смерти от тонкозаболеваний на 23%, а других заболеваний на 25%. Исследование проведено учеными в клиниках при институтах сердца, сосудов и грудной клетки. По словам авторов исследований, необходимо далее продолжить эксперименты. Но, тем не менее, вот представьте, совсем небольшое употребление перца ежедневно может значительно снизить риск различных очень серьезных заболеваний. Поэтому мы всегда на это обращаемся крайне внимательно, свое внимание. Это очень для нас важно. И, безусловно, я сейчас все больше и больше изучаю продукты, которые полезны. Полезны для женщин, полезны для беременных и для того, чтобы снизить различные риски развития серьезных заболеваний. И действительно, про этот перец чили очень многие уже достаточно долго говорят. Поэтому, что вы думаете на этот счет? Вы большие молодцы, пишите много комментариев. Они для меня очень важны, я их все просматриваю. Поэтому, пожалуйста, пишите. И интересно узнать ваше мнение на этот счет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы с вами обязательно встретимся. Всем пока!